Мур, привет друг, это Зверько. Сегодня вновь углубимся в механику игры и речь пойдет о скорости атаки и вдохновении. Вообще это видео будет полезно для всех, но особенно для тех, кто любит играть на АДК и автоатакерах. Натолкнул на это видео вопрос одного подписчика, а помогла с расчетами Мурка. И это будет... Итак, у каждого героя есть своя стартовая скорость атаки. Обычно она меньше единицы и растет с уровнем, плюс бонусы от предметов, навыков и вдохновения. Исчисляется скорость атаки в единицах вместо привычных процентов, а максимальное значение 2.50. Возьмем стандартного для тестов Ли Сун Сина. Без предметов базовая скорость на 15 уровне 1.08 и примерно за 10 секунд он совершает 13 выстрелов. Покупаем один предмет на 10 процентов бонуса скорости атаки, прибавляется 0.08. Если собираем 60 процентов, это будет 0.48. Итого в сумме 1.56. Ли совершает за 10 секунд 19 выстрелов. С учетом погрешности это и выходит быстрее на 60 процентов. Значит предметы добавляют столько, сколько должны. Если к этому значению 1.56 добавить 55 процентов ускорения от вдохновения, то получаем почти максимальное значение 2.42. До предела в 2.50 нам не хватает 10 процентов скорости атаки. Также выясняется, что вдохновение учитывает при своих расчетах все бонусы активные до его применения. Например, берем эмблемы стрелка с бонусом 0.06 и получим вместе с вдохновением и 60 процентами от предметов сходу максимальную скорость. Даже чуть-чуть с горкой. Теперь главная фишка вдохновения. Если собрать плюс 55 процентов скорости атаки предметами, то получим 1.52 у Ли Сун Сина на 15 уровне. А если просто без предметов включим вдохновение, то будет 1.68. А все потому, что предметы дают твердое значение бонуса. А вдохновение сначала умножается имеющуюся скорость на 55 процентов и полученный результат добавляется к скорости. Еще разок. Поскольку вдохновение умножается на имеющуюся скорость и лишь потом прибавляется, то оно эффективнее даже без предметов. А добавление дополнительных бонусов только увеличивает его эффективность. Более того, оно перемножается у персонажей, кто добавляет себе скорость пассивкой или навыками. И тут то, что нам не говорят разработчики. Есть герои с твердым бонусом. Например, Мия, Зилонг и Маша. Они получают бонус от своих навыков как от предметов, фиксированное значение. В то время, как навыки Тамуза, Роджера, Харли и Москова срабатывают как вдохновение. Итак, для личного применения. 10 процентов скорости от предметов это 0.08 в значении статистики. То есть 50 процентов будет 0.44. А вдохновение это суммарное значение, умноженное на 55 процентов и прибавленное. Расчет на экране. Такой же расчет для навыков у Тамуза, Роджера, Харли и Москова, где вместо 55 процентов их собственное значение в навыках. Так что, если ты дружишь с математикой, теперь тебе проще будет составить сборку под скорость атаки героя. Это было математично и, надеюсь, не слишком сложно. Если видео тебе понравилось, ставь лапку и подписывайся на канал. Удачи, друг!